Пляж Заклет и Ледоклет – один из самых популярных мест отдыха неподалеку от Ничанга. Особенность пляжа в том, что сюда можно приехать в любое время года и насладиться отдыхом на мягком мелком песке. Многие туристы задают вопрос о пляже Парадайс Ничанг. Речь идет о том же месте отдыха. Пляж Парадайс находится на севере пляжа Заклет. Рядом находится комфортабельный отель с аналогичным названием. Но мы заехали в совершенно новый отель с зоопарком и потрясающим панорамным бассейном. Особенно в вечернее время. Для Дейпаса, если вы поставили себе цель посетить пляж Заклет, однозначно да. Для резортного отдыха или для рассмотрения поездки в Тури – неоднозначный вариант. С ресторанами и едой проблем нет. Но и выбор невелик. Особенно после ржавых вилок в ресторане на пляже совсем пропало желание покидать отель. Видеообзор подробный. Делайте выводы. Всего лишь 40 минут для вас, но для нас это просто как будто мы, не знаю, переезжали. Куда-то, потому что обычно наше передвижение занимает всего лишь 5 минут. А сегодня мы ехали аж 40, и это просто too much. Ну, а мы заезжаем в новый отель, и он реально новый, не только для нас. И нас встречает новый ресепшен. Никого, кроме нас, похоже, здесь нет. Ну, атмосфера и ремонт уже прям, слушайте, очень приятный. Видимо, тоже, знаете, судя по ресепшену, инстаграмный отель. Но, слушайте, прикол, что здесь реально, похоже, никого нет. Я обожаю новые ремонты. Даже, знаете, бывает, заезжаешь, когда отель не такого высокого качества, да, уровня. Но когда в нем новый ремонт, уже приятно. И всякие, видите, штучки я люблю. Сейчас, кстати, практически во всех новых отелях ставят в лобби игры различные, настолочки. Но класс. Ну и пока первое впечатление очень приятное. Напиточки уже, я вижу, принесли. Аня будет пробовать, и Гриша тоже. Кто-то из подписчиков уже спрашивал про этот отель, были мы здесь или нет. И вот вы приехали по настоятельной рекомендации наших подписчиков. Кстати, пишите нам. Вот особенно мы в Египет едем, пишите рекомендации. Просто мы едем в Египет и принимаем рекомендации к посещению отелей. Какие заснять, ну и, соответственно, какие там популярные, да. Нам тоже интересно снимать популярные или кто где был. В общем, присылайте свои топчики или, может быть, вы какой-то хотите посмотреть отель в нашем обзоре. Мы сидим, ждем заселения. Сейчас нам все подготовят, заполнят. Мы приехали, ну, уже примерно в 2 часа, поэтому, наверное, номер получим сразу. Ну и, кстати, я в видео сразу всегда показываю номера сразу, что, наверное, неправильно. Обычно блогеры номер, завтрак, там ужины засовывают в конец, чтобы был досмотр. Вот, а я вас прошу, не люблю делать что-то, вот, там, смайлики всякие ставят скрытые, да, чтобы нажимали. Я всегда за то, чтобы человек сам выбирал то, что он хочет. Также и про отзывы, когда мы оформляем вам отель. Очень мы не любим просить кого-то писать. Ну, и я вообще считаю, что, ну, как бы, человек уплатил уже, да. И для нас, конечно, лучше отзывы, если вы вы нас покажете второй раз. Вот, поэтому я, ну, не люблю, как, там, специально что-то делать, чтобы какие-то смотри были до конца. Но, надеюсь, на вашу осознательность. И даже если вы уже получили информацию из видео, я бы хотела, ну, чтобы вы досмотрели до конца, это поднимает алгоритм. Слушайте, ну, есть только гастерилейшн. Кстати, этот человек решает вопросы клиентов. Так, Гриша нас уже торопит, ну, а здесь просто какое-то сумасшествие из серебряных штучек, а мы едем в номер. Слушайте, ну, сразу по поводу еды. Значит, когда мы заезжали только к ресепшену, там нас уже приглашали в сифуд-ресторан, поэтому мы, ну, в общем-то, уже спокойно заедуем. Ну, и Гриша горел здесь на пляже, смотрел, цены, в принципе, нормальные. Ну, в общем, начинаем наш отдых. А я уже вижу, что по территории ходят туристы из Азии, Китай, Корея. Ну, вообще сейчас здесь везде так, потому что российские чартеры не летают, да, соответственно. Ну, и вообще это такой отдаленный район, поэтому все в Ничанг едут, да, Винпёрл, там много русскоговорящих, а здесь в основном местные отдыхают, ну, и прислежащие страны. Мне показалось, что по первому виду, по территории, ну, не считая цветов, Этот отель мне напоминает отель в Таиланде «Авани плюс». О, ничего себе заявочка! Так, ну, а нам, похоже, выдали номер на первом этаже. Я, кстати, люблю, если еще выход будет, но нет, у нас балкон. Так, ну, сейчас у нас вещи загрузят, и пойдем осматривать, смотреть. А Гриша очень радуется, что за Аню не взяли денег. Пока. Ну, бывает, что перед выездом берут. И Аня, кстати, не ошиблась. Этот отель действительно по интерьеру напоминает «Авани плюс» в Таиланде, в Каулаке. И уже даже это прям счастье. Ну, хотя он поменьше размера. В общем, номером я уже довольна. Сейчас будем вам показывать. У нас приветствует телевизор, самостоятельно включился. Мы аж испугались. О, у них 350 донгов, так 650 ужин, 350, наверное, завтрак или что-то. О, боги, какие здесь халатики, боже, плюшенькие. Сразу в номере, если я облачилась в халат, значит, мне здесь безумно комфортно. Но халатики, ой, комары стоят. Слушайте, мы сейчас в машине ехали с кучей комаров, какая-то у них комаринная история началась. Ну, в общем, а халаты здесь ели на меня на лет. Второй еще меньше, то есть как будто детские халаты, либо они у них сели. Но они прикольные, такие плюшевые, все равно классно. Но он у меня маленький, то есть для мужчины, получается, халата нет, если на меня только на лет. Ну, а номер мега интерьер на новый дизайнерский с кушеточкой. Ну, если вот как к вопросу, куда размещать детей. Значит, смотрите, по поводу бара, что, естественно, все эти вкусности, это за отдельную плату. Бесплатно только чай и вот эти маленькие две бутылочки воды. Все остальное, что стоит в холодильнике, это за отдельную плату. И вода тоже, ну, то есть здесь обычная вода тоже есть, но она за отдельную плату, то есть на номер только две бутылочки маленькие воды. Ну, ванна очень маленькая, но она тоже так уютно сделана, то есть там помещение больше похоже на сауну. То есть номер на самом деле маленький, нет такого полноценного шкафа, то есть все открытые дверки, то есть это весь шкаф, просто вот вешалочки повешать. А дальше уже начинается туалет, ванна, душ, раковина. Ну, вот прикольно, смотрите, есть сидушечка. Номер у нас, конечно, без почему-то в ванной. А вообще в новых отелях почему-то редко бывают ванны, они только, ну, в категориях повышенных, да, в обычных стандартах нет, если раньше везде делали, то сейчас нет. Ну, мне нравится, как все сложено, видите, всякие эти, тут что-то я думала, они выдвигаются, они не выдвигаются. Так, ну, все приспособления есть, в принципе, все по стандарту, нет такого отеля, чтобы не было никаких там зубных щеток, еще чего-то. Ну, и нам очень повезло с видом, интерьер, конечно, вообще классный, потрясающий, новенький. О, я оценила, что есть стол, то есть если доставку заказал, например, не хочешь идти в ресторан, есть где удобно посидеть, покушать или кофе попить, ну и рабочее место тоже. Ну, и вид. Вид у нас классный, достался на море, ну, мы, конечно, его видим через домики, но с видом нам повезло, я считаю, классно. Но мы здесь заехали, а у нас здесь кто-то на балконе лузгал семечки. Вообще для Вьетнама это норма, все тут лузгают семечки. На картах, кто смотрел выпуск с Вьетнама, в центре просто, они выходные проводят, берут с собой семечки, сидят на набережной, щелкают, ну, в общем, это, знаете, у них прям, я не знаю, какая-то традиция. Ну, и вот у нас кто-то на балконе погрыз семечки, ну, может, это не погрыз, я не знаю, может, это откуда-то упало, а, может, это вот с этого дерева, ну, вроде нет, нет, это кто-то, это тыквенные семечки, интересно, видите, а, наверное, сверху кто-то щелкал и нам нападал, ну, мы скажем, чтобы убрали, но вообще странно, что нам такой номер достался, ну, что они как-то не посмотрели. В общем, вид отличный, шум прибоя я уже слышу, сейчас пойдем смотреть территорию и купаться, смотреть пляж, потому что прошлый отель у нас, по сути, был без пляжа, кто смотрел. Мы уже пятый день в отеле, я все никак не могу приступить к нашим съемкам, потому что то ветер дует, я боюсь, что меня не будет слышно, потом к Ане вон приехала подружка с Ничанга, они познакомились в Таиланде, вот, играют все, и съемки мои накрылись, сейчас мы хотим детей отвезти в зоопарк, здесь есть зоопарк, и вроде как даже олени обещали, ну, в общем-то, пойдем сейчас. Пока дети собираются, немножко вам покажу, ну, а вообще, конечно, здесь хочется засняться очень красиво, потому что бассейн потрясающий, с видом на море, но он играет новыми красками, именно в вечернее время, здесь просто какое-то очень красиво, сумасшествие, ну, и опять начался ветер, поэтому я прекращаю мое вещание, и мы продолжим позже. Мы выезжаем в зоопарк, отвезут нас на гольфкаре, так, тут уже ругаются по поводу того, кто где едет, да? Он там висел, там и сидит. Алис, у меня все равно в зоу, может, вы обратно договоритесь? Аня, Алиса, может, обратно поедет, да? Ай, ты как? Нет, что же. Ну, пешком обратно пойдем, видимо, да? Так, мы уже приехали в зоопарк. Вроде как обещали оленей, но не знаю. Вот у наших друзей выходят окна. Мы, кстати, пригласили. Ну, конечно, отель не супер такой, вау. Ну, в общем, я жду оленей. Ну, сейчас посмотрим, есть они вообще здесь или нет. Так, и первые у нас встречаются... А, это не лебеди, Аня, это гуси и павлин. И два павлина. Да. Ой, смотри, там какой барашек маленький вообще. Так, а это похоже, как будто бы на карантине, да? Как-то он прям лежит, да, и не закрыто. Дверка у него интересная. Он просто наборочный. Он не закрытся, он не закрытся. Тебе пободрее выглядят, да? Ушастый, смотри, какой прикольный. Козочки, да. Ой, смотри, они прям как эти, как собаки. Смотри, даже на собачек похожи. Уши я первый раз такие вижу с ушами, с такими. А это у таких коз, у них не воняется молоко. Да? Прикольные вообще, какие миленькие. Все, пришли уже кушать. Ой, смотри, бегут, бегут. Слушай, может, покормить можно? Давайте спросим. Это собачка вообще какая-то. Да. Давай спросим, я хочу кормить, я люблю кормить. Ой, слушай, надо было взять нам морковку какую-нибудь, да? Ох, кушают, кушают, да, ребятушки? Козлятушки. Ой, это Моннин Глори, по-моему, да, травка? Кушают, смотри-ка. Зашевелились, такие счастливые, посмотри, да? Ну, а Моннин, да, кушает. Не бой, у него есть еда. Ай, такие вы, все, шикотные. Алис, ладошки покорми, вот так просто ладошки подставь. Они так шикотно едят. Слышишь, Моннин? Шикотно? Ань, иди попробуй. Батя. Ань, вот же у тебя прости. Ой, они какие, да? Красивые, милые. А мне больше всего понравился домик у реббитов. Смотрите, целая резиденция, домики. Ну, они вон там тусят в своем загончике. А так у каждого, смотрите, каждый домик продумали, молодцы. Вон они, смотрите, кролики отдыхают. Но их, когда особо не покормишь, зайти к ним же нельзя. А вот интересно, когда в России ходишь в зоопарки, всегда кроликам зайти можно, контактный. А вот сколько мы отдыхали, они всегда за сеточкой. Так мы, вот я помню, гуляли, и они издорог, там выпрыгивали. Слушайте, ну в каждом отеле нужно пожить, чтобы полностью вкусить. Вот мы уже, видите, пожили. Вроде как отель заиграл новыми красками. И зоопарк. И олени, посмотрите, реально есть. Вообще, смотрите, оленята маленькие. Вообще не могу. Вон они, малыши какие, боже мой. Вон он с мамой, маленький-маленький малыш, смотри. А, выбежал. Ой, идет, идет, встает, по-моему. Она боится отойти от нас. Да, малыша охраняет, малыша. Так, ну она так грустит, как будто, видимо, недавно родился, да, настороженно. Инстинкт у нее, да? Ой, я не могу. Первый раз такого прям маленького-маленького вижу. Так, ну что, кормежка оленей продолжается. Здесь вот поживее, ребятушки. Да? Хорошенькие какие. Так что, жарко вообще. Не, ну у них, смотри, есть тенек, но они в него не идут. Ой, ну вон тот тоже малыш, смотри, совсем. Их погладить можно было, а здесь, кажется, сетка другая. Ну и тут барашечки рядом поживают, да? А мне кажется, к ним можно зайти, как думаешь? Ну не знаю, смотри. Дверь такая большая, и тропинки сделаны. Мне кажется, и можно зайти, в принципе. И открыта дверь, и ой, они уже спешат к нам навстречу, смотри. Идут, идут, идут. Конечно. Вы им оставили что-нибудь? А, иди возьми им покушать что-нибудь. Ну гости, а вы где взяли, еще раз возьми. О, или здесь. Ого, ничего себе, какой ты громкий. Такой вообще. Красавчики. Так, ну, мы решили прогуляться. И сегодня будем кушать в другой зоне. Это зона трехзвездочного отеля. Это также ТТС. Не перепутайте, пожалуйста, когда будете бронировать, потому что это очень два разных отеля. Они оба ТТС, но один трехзвездочный, а один пятизвездочный, в котором мы живем. Мы сейчас на территории находимся, грубо говоря, трехзвездочного отеля. И это не только отельная территория, но сюда можно приехать на пляж за клет и заплатив энную сумму денежек, либо, ну, пройти. Здесь есть зоопарк. Но для приезжих, как бы, я так понимаю, это платно. Ну, то есть вход платный. Но сейчас временно он бесплатный, потому что он как бы закрыт сейчас. Сейчас он, видите, ветерок дует, не сезон. Но здесь есть и площадочка советских времен, и стульчики пластиковые, и даже ресторан с видом на море потрясающий, со стульями как будто ждут каких-то чиновников или собираются проводить какое-то празднование. Цены мы посмотрели. Это также имеет отношение к отелю ТТС. Они здесь иногда устраивают, когда много людей собирает ужины, шведский стол. Меню здесь намного дешевле, чем в отеле. Но и сидеть, конечно, не так красиво, но зато с видом на море. Но мы сейчас пойдем дальше, посмотрим дальше ресторанчики из другой. В общем-то, эта территория доступна для всех отдыхающих. Здесь есть туалеты. То есть она такая, как дачный поселочек. А, знаете, что напоминает? Это напоминает базу отдыха. То есть это база отдыха, где можно снять домики. Вот, в общем-то, вот так. В основном здесь отдыхают местные жители. Они поют караоке. Вон, колоночки привезли. Здесь есть общий мангал. Вы можете с собой привезти продукты и готовить, ну, соответственно, самостоятельно. Ну, как у нас, знаете, барбекю, шашлыки. То есть вот они вот так приезжают на шашлыки. И эта зона предоставляет им возможность жарить, ну, чтобы свои мангалы не тащить. Столы предоставляет. Ну, в общем-то, вы меня поняли. И здесь даже есть, смотрите, автоматы. Ничего себе! Ну, мне кажется, тут очень давно уже лежат эти баночки. Так, ну, а здесь уже начинается, ну, вот, про вот эти домики, что я вам говорила. Они очень веселенькие, разноцветные. Снупи вон из кустов выглядывает. Ну, с детьми классно очень прогуляться. В зоопарк мы уже с вами сходили, как вы понятие. Но здесь прям, вот, видите, такая прикольная, яркая база отдыха. То есть здесь можно остаться с ночевкой. Это именно для тех, я рассказываю, кто приедет на пляж за клет, не проживая в отеле. Да, здесь можно купить дейпас. Он, кстати, входит вместе с едой вот в отеле, в котором мы живем. А вот эта часть, она, ну, соответственно, вот приехали, можно снять домик там на один денек тоже. Вот соединиться с природой. Это, конечно, много дешевле, чем бронировать отель. Ну, в общем-то, интересненько, прикольно. Они такие яркие. И вот вы, представляете, просыпаетесь с видом на море. Ну, в общем-то, это для тех, кто, ну, не знаю, вот как на дачу приехал. Такая база отдыха, без завтрака. Класс. Ну, в общем-то, эта вся территория принадлежит отелю ТТС. Но одна часть, она общая. То есть, соответственно, на этой территории могут ходить и быть люди, которые не проживают. Да, то есть, такая... Интересно будет тем, кто из своего отеля приедет на пляж за клет провести денек. В принципе, здесь его очень приятно можно провести. Лежачки есть, все есть. Море шикарное. Я надеюсь, меня слышно, потому что безумно сильный ветер. Ну, и вот так это все выглядит сегодня. Шторм. Я столько ждала, чтобы заснять вам этот пляж. Потрясающе прекрасный, красивый. Он вообще... Здесь были Мальдивы. Солнышко пекло. Но что-то пошло не так. А вот эта зона, мы поворачиваемся. Эта зона пляжная уже общая. Сюда может приехать кто угодно. Здесь заезд. И, как видите, сразу огромное количество местных жителей. Они очень любят этот пляж. Здесь приезжают выходные, с субботы по воскресенье. Все пляжи ломятся. Но на этом это не так заметно. Просто они как бы такими участками, да. Здесь пляж не настолько популярный. Далеко ехать. Но, кстати, ездит автобус. Ох, ну, слушайте, прям суета. Ну, а я вам пришла показать, где еще можно здесь покушать. И это вот это чудесное кафе с потрясающим видом. Мы сейчас посмотрим менюшку. Друзья остались там. Смотрят менюшку от отеля TTC. Кстати, отель, который, ну, соответственно, трехзвездочный. Менюшка другая. То есть подешевле, не такая, как мы вот с вами кушали в самом отеле. Мы, кстати, ждали все буфет, но буфета не было. Но здесь, естественно, макашницы. Но это мы проходим мимо, потому что это только шашлычки. Но они не очень вкусные. А, ну вот, смотрите, здесь как раз все приезжают. Вот здесь заезд находится. Там все паркуются, байки оставляют. Вон, я вижу, кукурузку продают уже. Так, ну, а мы поднимаемся в ресторан. Ой, когда-то здесь было очень красиво. Сейчас все ржавое. Ой, так. Ресторан большой. Но сейчас мы узнаем по поводу еды. Вот такое ощущение, что еды здесь нет, только напитки. О, слушайте, еще и магазин там дальше виднеется. Так, ну, еда тоже есть. Естественно, лобстеры, всякие ракушки. В принципе, то же самое, что и в ресторане, который у нас. Ох, на выходе у дороги. Но здесь сидеть намного приятнее, потому что у моря. Вон, здесь рыбка 480 килограмм. Креветки 450. Крабы 600. Так, ракушки 250. Ну, в общем-то, поесть есть что. Ну, не кушаете вы с потрясающим видом на море. Я сейчас меню посмотрю. Возможно, мы здесь останемся. Как видите, мы остановились в кафешечке. И наслаждаемся местным колоритом. Всего два шажка. И мы уже прямо в супер-вьетнамском местечке. Здесь одни вьетнамцы запускают, как всегда, воздушных земеев. Это прям их какая-то история. Ну, а мы заказываем менюшечку. Ну, так, кому интересно, менюшечка вот такая с такими ценами. Запоминаем, скриним. Это будет полезно для тех, кто не только будет жить в отеле, но и просто приедет на пляж за клет. Так, ну что, нам принесли наше явство. Ну, выглядит все хорошо и приятно, кроме вот этих чудесных вилок и ложек. Так, вот, Наде все нравится. Как на вкус. Ну, да, я думаю, еда, все хорошо. Ну, вот с чистотой, конечно, это было перебор. Ну что, мы решили продолжить обзор нашего отеля. Мы здесь уже прожили шесть дней. Еще продлили на один день, потому что мы ждем доставку. С доставкой, как вы знаете, мы в Телеграме часто рассказываем, какие-то такие моменты. Да, не для Ютуба, все-таки у нас рецептор отеля. В общем, продолжаем мы. Я не дождалась, пока закончится ветра. И мы сейчас с Аней, она меня зовет, говорит, я хочу показать детский клуб. Как вы знаете, Аня у нас показывает детский клуб. Там нет аниматора, правда, но сейчас все Аня вам расскажет. Мы сейчас пойдем в детский клуб. Потом, наверное, пойдем в бассейн, пляж осмотрим. Конечно, когда мы сюда заехали, пляж был потрясающий. Вообще, Мальдивы. Ну, я для Инстаграма снимала. Я обычно, когда заезжаю, первый день снимаю для Инстаграма, там, Телеграма. Да, а это видео, ну, наверное, месяца через три только выйдет, то, что я сейчас снимаю. И, соответственно, ну, я там засняла, но вообще это были клубы, Мальдивы. Ну, потрясающие виды, да, очень красивый пляж. А вот сейчас начались ветра, сильный ветер. И что-то вот как-то, ну, нанесло всякого. И уже как-то, ну, не так это красиво выглядит. Но, когда хорошая погода, пляж действительно потрясающе красивый. Ну, входная группа у них, видите, очень красивая. Я даже вот как-то очень шелестят вот эти штучки на ветру. Вообще, потрясающе. Как вы уже поняли, я не успела заснять. То есть, был все дни шведский стол. У меня уже второй раз такая оказия. Был шведский стол, ну, нормальный. То есть, как бы не сказать, что тут очень крутая еда. Но и все-таки отель очень дешевый. Ну, то есть, он не супер-пупер какой-то, да. Он и не заявляет о себе, что он какой-то лакшери или что-то такое, да. Ну, то есть, это такой нормальный, хороший, ну, можно даже сказать, бюджетный отель. Ну, бюджетная пятерка. Вот. Потому что многие люди, я заметила, считают, что вот если, например, пятерка, то это априори, типа, какой-то крутой отель, там, крутой сервис и так далее. Далеко не так. У меня всегда есть один отельчик, который я всем рекомендую посмотреть. В Турции есть такой отель Trone. Ну, его сейчас переименовали. Он называется Glover. Это пятерка. И стоит она, ну, довольно дорого бывает, да, наравне там с Гранатой. И, ну, такими нормальными довольно отелями. И там, ну, это надо посмотреть. Если вам интересно, спрашивайте, я вам скину ссылку. Ну, или ищите у меня на канале по названию. Так вот, не все пятерки, да, это, ну, какие-то лакшери отели. Конечно, это не так. Бывают и четверки даже лучше, или даже без звезд. Ну, в общем-то. Ну, а мы с вами идем. Вот Аня уже дошла детский клуб показывать. Так, ну, а детский клуб у нас очень такой красивый они сделали. Новенький, классненький. Но здесь нет ни аниматора. Ох, мы включили кондиционер. Но еще здесь очень-очень душно. Вечером, конечно, здесь бывают детки. По выходным тоже. Ну, а Аня теперь продолжит рассказ. Ну, в общем-то, детский клуб, как и почти во всех вьетнамских отелях, такой, и не крутой, но и не такой плохой. Ну, вот деткам, которые могут сами играть, это подойдет. Но вот мне это, как бы, не очень подходит. Я тут, ну, могу поиграть, если есть какие-то детки. Но если у меня прям подруга есть, или какой-то друг. Ух, тебе вон Алис приезжала. Ну, да. Вот я могу тут полазить. Как бы, он вполне очень хороший, и там небольшой пандапарк есть. Но так, аниматора нет, никаких поделок нет, поэтому мне это не нравится. Так, ну, вы поняли, детский клуб просто самим поиграть. Вот когда не приезжала подружка, она, конечно, была счастливой. Тут вообще, ну, прям все классно было. Ну, и выходные, здесь очень много местных жителей. Но, возможно, когда откроется уже сообщение с России, залезут самолеты, и будет много летать, заключат заговора, операторы, да, выкупают номера и так далее, я думаю, в этом отеле очень много будет народу, да, и с Россией. Ну, вот сейчас почему-то, ну, Казахстан тоже ездит, да, но они почему-то в основном либо в центр Ничанга, да, и я вот знаю очень много разочарований у людей, что как-то это не прикольно, и все такое. Ну, типа, больше в Вьетнам не поеду. Ну, вот вы, я создам обязательно плейлист, посмотрите, вот какие места бывают во Вьетнаме. Если вы раньше летали, там были в Мьянме, еще где-то, обязательно посмотрите, какой Вьетнам сейчас, что в Ничанге, не только на островах, но и есть очень классные пляжи, интересные белоснежный песок и классные отели. Отель суперинстаграммный, здесь потрясающие виды, ну, и пляж, он, да, один из лучших считается, даже как достопримечательность сюда приезжают. Ну, здесь вы точно приедете с огромным количеством фотошип, потому что виды, бассейн инстаграммный, ну, как я уже и говорила, он вечером приобретает, ну, свой шик, то есть вечером, конечно, еще красивее все становится. Наступает уже очень жаркое время, вот уже апрель, да, то есть я еще про сезоны, конечно же, расскажу, в телеграм подписывайтесь, да, я там более все это всегда подробно, отдельно, может быть, видео выпишу. Ну, в общем-то, сейчас у нас первое апреля, и вот такая погодка, немножко ветра начались, и очень-очень жарко, но виды у нас, посмотрите, потрясающие, сейчас будем охлаждаться. Отель, конечно, с потрясающими интерьерами, фоточки у вас для инстаграма там, или в свой фотоархив домашний, получатся великолепные, но всем рекомендую прийти сюда, когда уже зажгутся огни, вечером это место приобретает вообще потрясающую атмосферу. Мы, знаете, все смеялись над тем, что, ну, какие-то невероятные интерьеры, боха стайл и так далее, и па-бам! Просто вот этот цвет, может быть, я что-то не понимаю, но это как-то смущало нас, вот этот цвет здания вообще не вяжутся с общей атмосферой отеля. Я напоминаю, что я стараюсь очень нейтрально снимать обзор отеля, да, если вы хотите узнать мое мнение, или там, ну, вот, вам нужно подобрать отель под свои критерии, да, то, что вы ожидаете. Конечно, я выскажу свое мнение, да, экспертное мнение выскажу, а обзор отеля, это по большей части, ну, как бы наше проживание в отеле, да, и я стараюсь не примешивать сюда свои какие-то выводы об отеле и так далее. Если вы хотите узнать, вот, подписывайтесь в Телеграм, обращайтесь за подбором тура, и там я вам, конечно, все подробно расскажу, минусы, плюсы и так далее. А обзор я показываю, как мы здесь отдыхали, ну, просто факты, да, то есть просто наш отдых, без какого-либо примешения субъективного мнения или экспертного мнения. А то, знаете, в турецкие отели часто пишут, ну, меня почему-то турецкие больше смотрят, и вот там постоянно в комментариях, что, ну, а я не поняла, это мне, кстати, агент какой-то писал, но я не поняла, отель-то хороший или плохой? Я говорю, ну, вы обзор посмотрите, вот, просто факты. Как бы я же не должна кому-то что-то продавать, я же не рекламирую отель или наоборот, ну, там, да, как-то, ну, то есть вот интересно. А и бывают такие моменты, что вы что, заказной отзыв сняли, как будто специально плохо все сняли, ну, я просто показываю, как есть, да, зачем я буду хвалить то, что мне не нравится, да. Но когда вы обращаетесь ко мне как агенту, да, я уже думаю, как эксперт, да, и мы подбираем уже под ваш бюджет, под ваши запросы, да, и так далее. То есть мне может отель понравится или не понравится, но я понимаю, что, например, для вас он классный отель, да, потому что у всех разные предпочтения к отдыху, и у меня они тоже свои, да. А еще момент, знаете, постоянно мне, что вот вы заезжаете, зачем вы заехали в такой плохой отель? Слушайте, ну, для кого-то он плохой, а для кого-то нет. А второй момент, я вообще не знаю, в какой отель я еду. Чтобы вы понимали, я не выбираю принципиально отели для себя, потому что мы переезжаем каждую неделю, мы просто смотрим, о, 5 минут ехать до отеля, заселяемся, там, 10 минут ехать до отеля, заселяемся, ой, час езды до отеля, нет, давай в какой-то еще заедем до него. То есть мы выбираем просто вот по такому принципу, и мы заезжаем во все отели. И, ну, как бы, они же все в разную ценовую категорию, мы не снимаем только лакшери, да, ну, как бы, если бы была моя воля, я ездила бы только по, там, ну, фешенебельным отелям, да, интерконтиненталь, я обожаю отели, да, но, опять же, если мы берем Вьетнам, это городской здесь интерконтиненталь, то есть тоже вот на Фукоке я бы не раздумывая поехала. Ну, в общем-то, я надеюсь, вы меня поняли, что мои обзоры, это, ну, ну, как бы, это вам просто помогает в принятии решения, просто вам показываю, вот как выглядит отель, да, могу там, ну, что-то свое сказать, но если вы конкретно там подбираете отель, мне даже немножко, ну, неприятно, когда пишут там что-то, а где цены, а там что-то, а зачем вы заехали в этот отель, там еще что-то, я думаю, господи, вы что, ну, я вам тут и обзоры снимаю, и монтирую, да, или там, бывает, пишут какой-то там обзор не такой, ну, так вы не смотрите тогда, вот, и я прошу уважать друг друга, я никого к себе не привязываю, ни за кем не бегаю, мне это, ну, мне нужно совершенно вообще, я это занимаюсь как хобби, да, так же, как и турагентство, это больше хобби, мы с этого не так много зарабатываем, да, чтобы я, ну, еще какие-то там, ну, выслушивала что-то такое, то есть это, ну, я не выживаю, да, ну, это я не гонюсь за деньгами, и поэтому я своих клиентов никогда не уговариваю, быстрее броня, быстрее переводите мне деньги, и так далее, правда, постоянно попадаю в такие ситуации, что, ну, бывает, ну, понятно же, что с несколькими агентами работают, но я, как правило, спрашиваю, но у меня здесь приключилась история, знакомый попросили, причем я, ну, не очень, если честно, люблю, потому что я очень так переживаю, но это более ответственно, да, обратились не мои знакомые, а знакомые моему мужа, и я там вообще думаю, ладно, два часа ночи, я там, значит, я думаю, как бы им там, чтобы и подешевле, и все, ну, как-то я вот так, вот, а оказалось, они одновременно подали заявку, еще у одного турагента, ну, то есть у нас задублировалась заявка, и хорошо, очень повезло, что она задублировалась у, ну, двух, как бы, мы подали, ну, в библиоглобус обе, и в таких случаях заявка дублируется, и подтверждают только одному, и мне отменили без фактически пенсионных затрат, а вылет был, чтобы вы понимали, через день, то есть я чуть с ума не сошла, потому что я бы могла тогда попасть на 200 тысяч рублей, то есть я бы заплатила эти 200 тысяч рублей, просто из-за того, что люди решили, ну, просто у двух агентов подать, типа, ой, у кого быстрее подтвердят, если бы я подала, например, в Санмар, или там в Коралл, или еще куда-то, заявка бы не задублировалась, и мне бы подтвердили, и ей бы подтвердили, а, ну, так как знакомые, я деньги не взяла, заявку отправила без денег, вот, ну, это как бы вот моя такая, я не гонюсь за деньгами, да, там, я думаю, ну, не подтвердят, что ж мы будем туда-сюда эти деньги, там, переводить, там, и так далее, ну, то есть позаботилась о людях, ну, чтобы они там не переживали, что они кому-то там деньги переводят, и так далее, ну, то есть, да, я как бы вроде, ну, я вот сейчас, конечно, я без предоплаты, если что, не работаю больше, да, чтобы больше таких ситуаций не возникало, когда люди, не понимая, отправляют в несколько агентств, а мы все отправляем в одно и то же место, вот, и заявки дублируются, это время, и так далее, ну, то есть, ох, в общем, ну, и, у меня вот, а, я к чему начала рассказывать, что я там, знаете, говорю, ой, давайте, ну, бывает, без паспорта обращаются, а мы можем оформить без паспорта, то есть, пока загранники ждут, можно оформить на российский загранпаспорт, ну, и я всегда, людей говорю, говорю, давайте подождем, потому что сейчас очень много и часто останавливают на постах, на таможне за пропечатки, опечатки, и люди бывают, он говорит, ой, господи, я 4 года с этим паспортом езжу, вот у нас недавно случай был, и кому интересно, расскажу, там, в телеграме, там, я уже рассказала, в общем, я никогда никого не уговариваю быстрее, быстрее, там, оформлять, когда я это говорю, это значит, что, ну, надо быстрее, действительно, потому что я вижу, что эта цена какая-то очень крутая, да, только в этих случаях я могу уговаривать, там, быстрее, быстрее, вот, а так, ну, агентство, ему говорят, конечно, быстрее, переводите, и не задумываются о том, что, если человек не получит в итоге этот паспорт, или там будет опечатка, человек потеряет 80% от суммы, которую он заплатил за тур, вот, я всегда радею, но попадаю в такие ситуации, что, вот, кто-то ушли, так скажем, да, вот, ну, я так не люблю делать, и поэтому я прошу уважать и меня, так как я тоже уважаю туристов, и считаю всех умными, да, и так далее, никого в дураках не хочу там выделывать, и рассказывать, что надо, ой, быстрее, быстрее, там что-то, и как-то, и быстрее, быстрее ухватить деньги, вот, поэтому я уважаю, поэтому прошу и меня тоже уважать. Наверное, один из лучших бассейнов, вообще, слушайте, а главное его черта, что здесь и никого нет, ну, на выходных здесь много народу, но будет непросто, мы такое ощущение, что мы одни-единственные отдыхаем в отеле, на пляже никого, бассейн весь наш, но мы еще сюда вернемся вечером, и хочу вам обязательно показать эту потрясающую атмосферу. Вот он, вот он, вообще, они что-то классно сделали, он такой бирюзовенький, классненький, чистенький, и потрясающий вид на море, я не знаю, отсюда видно или нет, но я иду, и я вижу горы, море, лодочки, ау! Субтитры вызывай у нас. ну и мы с вами на потрясающе белоснежном пляже с бирюзовой водичкой сегодня конечно шторм но обычно здесь просто потрясающие мальдивы вот они знаменитые скошенные пальмы и необыкновенная красота горы и это мы здесь с вами в будни обязательно посмотрите что здесь происходит выходные поэтому всем рекомендую приезжать именно в будние дни а дальше у нас знаменитый торговый центр заклето обязательно заходите покупайте купальники и смотрите как это место приобретает популярность выходные дни а сегодня у нас прилив обычно мы по вечерам гуляем вот где те быки то здесь очень сильные отливы но покупаться все равно классно в принципе прошелся шикарно для детей пляж также однозначно подойдет пологий вход в море белоснежный песочек и тенечек от пальм вот он настоящий вьетнам и лодочки круглые тазы они используют не только для того чтобы покатать туристов они их реально используют и перевозят эти рыбу короче мы тут решили покушать заказали болоньеза ой мы заказали карбонару они принесли болоньеза и мы им не можем объяснить что не так ой вообще случилось непредвиденное сегодня у нас предпоследний последний день да еще завтра проживание я что-то не засняла потому что то было очень много народу здесь сидела огромное количество людей и даже некуда было сесть и был шведский стол очень хороший а сегодня мы приходим а я не засняла шведский стол и у нас сегодня вот такое брекфаст меню то есть нужно выбрать ну как бы и не меню ну то есть такое себе аня вот плачет то что она любит как бы шведский стол но в общем я думаю все что было на шведском столе теперь можно заказать здесь поэтому вот как бы если вы поймете что это да если поймешь что это такое но как бы в принципе все то же самое есть но без шведского стола так ну блин жалко я конечно вам это все не засняла потому что шведский стол был и довольно приятный и ресторан красивый помимо шведского стола можно было заказать кофе но я думаю сейчас его можно заказать то есть в принципе все так же осталось только не сам берешь а тебе приносят но мы уже второй раз так попали мы были в даймонд бэй там такая же история случилась я не успела заснять завтрак мы пришли и он был по меню вот ну потому что людей немного да так слушайте ну было все и колбаска было много 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 всего было здесь жарили омлетик ну надеюсь завтра может быть опять будет шведский стол и я вам смогу заснять чтобы вы посмотрели шведский стол завтрак наш выглядит так мы там чего-то на заказывали что-то нам-то кругу и принесли я вот таких яичек сказала еще обвела что мне там несколько штучек но они как бы в кашу идут но я всегда беру себе не как гарнир они в итоге принесли типа каши но естественно мы это есть не будем это не очень вкусно здесь тоже скрам был какой-то я вообще его не заказывала ну в общем интересно на завтрак получился принесли не то что мы заказывали прикол в том что нам если не принесли напитки мы очень сильно хотим пить все просим чтобы принесли но они попросту забыли ну естественно вьетнамцы которые там пришли через 20 минут им уже принесли напитки и еду мы все сидим ждем свои напитки давимся едой а взять самому но нельзя напитки уж напитки могли бы поставить чай что ли налить себе не знаю если они не то что мы заказывали то есть я вообще у нас никто скрам был не заказывал мы готовимся к отъезду в египет и и накупила я всякой супер техникой купила штатив на который я сейчас снимаю а готовимся мы к ветрам потому что в египте просто постоянно ветра и вьетнам похоже нас тоже решил подготовить к этому метру который будет нас преследовать на протяжении всего отдыха в египте там не бывает такого что нет ветров они всегда дуют бывают конечно зачистки на недельку но тогда ты мечтаешь о том чтобы подул ветерок в принципе как и во вьетнаме с апреля началась невероятная жара но что конечно же плюс для туристов но когда мы долго здесь находимся мне конечно довольно тяжело это все переносить вот и мы знаете что сделали накупили кучу микрофонов у меня теперь три микрофона и у меня думаю ну что добру пропадать нужно же делать интервью поэтому если мы с вами встретимся в египте а такое часто бывало в турции мы постоянно встречались подписчиками не вот очень бы мне было интересно взять интервью про отель до что гости думают об отеле мне кажется это очень интересно и вообще когда я создавала телеграм-канал на самом деле я пыталась сделать такую атмосферу что не я там буду помогать я конечно могу ну как агент да то есть не там если вы у меня бронируете так далее ну где-то в чате до каких-то общих вещах пообщаться но по отеле мне казалось прикольно что друг другу могли бы туристы помогать ну например кто-то уже был в отеле и такое знаете субъективные не экспертным мнением поделиться это было бы прикольно ну а я теперь счастливая обладательница микрофонов возвращаюсь к оптору пляжа за клет это потрясающий пляж но оговорюсь для вьетнама конечно же если вы прилетели из таиланда сильно он вас не впечатлить но для вьетнама это как этакий такой тайский пляж белоснежный кресотчиком такой красивый но в основном здесь отдыхают местные отели здесь не так много но если вы уже выбираете остановиться я бы наверно все таки детей си выбрала есть еще один но знаете ли такой а если вы вот поедете с детьми лучше выбрать этот отель потому что они не берут за плату за детей и конечно если бы я приехала в ничанк отдыхать в отель специально на этот пляж я бы не поехала хотя знаю что очень многие туристы ездят на этот пляж ну не для отдыха в отеле да а просто вот как бы его посетить в этом случае я бы наверное не поехала я бы лучше ну не знаю если уже хотела бы посетить этот пляж села в этой пас в отеле и спокойненько отдохнула то есть мне показалось что этот пляж очень классно посетить на сутки да и в совокупности с отелем когда вы плаваете в этом шикарном бассейне у вас потрясающие виды вечером и здесь остаетесь потому что так мне кажется пляж и пляж и еще здесь виднеется нефтеперерабатывающий завод или ну какой-то завод или порт ну вот в общем наверное специально я бы не поехала всем вам забыла показать бар он здесь есть но почему-то не функционирует хотя я сто процентов вы здесь что-нибудь себе заказала но вот почему-то такая история хотя мне это местечко нравится больше всего стиль очень красивый хотя новые отельчики всегда конечно выигрывают тем что у них такие классные интерьеры но вот почему-то здесь никогда никого нет хотя мне кажется что здесь бы кто-нибудь да что-нибудь бы заказывал если бы они работали на смотрите какая прелесть а вечером еще красивее мне прям вечером вообще понравилось даже печень для пиццы есть но почему-то они ничего не функционирует как-то знаете я бы здесь наверно что-нибудь успею заказал вообще у них знаете не показалось в отеле сервисом так себе потому что они как-то я вам покажу вместо полонеза вместо карбонара полонеза принесли вообще как-то все так у них сумбурно особенно на завтраке когда отменили светский стол и извините меня они так все тяжело нам несли и вот здесь такое классное место мне кажется у бассейна кто-то бы использовался но они почему-то сюда не приходят так я тут все тестирую как лучше снимать с микрофоном или без мне почему-то пока нравится звук больше без микрофона ну а вы пишите мне кажется у кого-то более значит смотрите окрестности показываю вам петушки драчуны дальше идем у нас там самая популярная кафешка утена но мы здесь в основном курочку покупаем а вообще это ресторан с морепродуктами здесь можно попробовать ежей всяких диковинных рыбок морских гадов куча 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 всего но они сейчас пришла за мороженкой ну в общем-то голодными вы здесь не останетесь если любите рыбку ну а интерьер вот такой естественно вы сможете заказать свежевыжатые соки есть даже по моему томатный а не вон мороженок себе выбирает очень мне сначала этот ресторан казался грязненьким а теперь я понимаю что это лакшери здесь все очень чисто нам это и но цены хорошие и вообще потому что мы вчера сходили у моря и я прям что-то вообще приуныло лучше у дороги посидеть или ну с собой взять номер она не такие всякие о маленькие смотрите есть все таки удалось для вас заснять часть завтрака но здесь только закуски но то есть аперитивы до сыр но зато вон сырок какой появился вообще если попросите вам принесут и колбаску тоже ну то есть вот примерно так все выглядело только было всего много и сегодня опять без горячего то есть только холодные закуски выставили так ну что мы решили посмотреть другие категории номеров ой слушайте ну здесь еще интереснее номерки и эта категория номера панорамик здесь у нас вид на море гриша там восторгается ванной а я пытаюсь посмотреть вид на море конечно с видом на море вообще шикарно прекрасно это мы прощаемся с вами и переезжаем на сутки в отель в ничанге на набережной аня будет ночевать у знакомых а Гриша походу надоело как я снимаю и он уже зовет меня купаться потому что безумно жарко в апреле ну а вы не переключайтесь мы едем в ничанг потом опять возвращаемся в виндперл и я вам обязательно расскажу какие отели нам понравились больше всего а также обращайтесь к нам за подбором тура оформлением тура договор мы теперь подписываем онлайн по sms тоже очень удобно все виды оплату нас есть но а гриша не унимается и видимо я пошла купаться ну а вы пишите и комментарии и ставьте лайки поддерживайте видео и оформляйте туру у нас этим вы и поддерживаете наш канал отсвечивает жалко коров о сколько там коров смотрите а еще вот это все это соль вон если видите белые это здесь добывают соль вот мы потом кушаем эту соль спасибо